Как государство заставит всех принять цифровую валюту Центрального банка, если люди так негативно к ней относятся? Попробуй угадать, напиши свой сценарий в комментариях. Я же собираюсь рассказать тебе о своем. Сегодня ты узнаешь, как внедрение ЦВЦБ будет происходить, и как ты лично будешь просить правительства быстрее ввести цифровой рубль, доллар, гривну и любую другую валюту. Рассказывать я буду на примере Соединенных Штатов Америки, как на главной экономике мира, но в принципе это применимо к любой другой стране. Меня зовут Богатейший Ди, и на этом канале я занимаюсь тем, что показываю тебе различные аспекты финансовой системы, чтобы мы могли получить необходимое понимание ситуации, понимание, которое, откровенно говоря, больше нигде не найти. И если тебе это интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Давай наберем, как обычно, 2000 лайков. Поставил лайк? Большое спасибо за поддержку. И начнем неожиданно с воровства. Похоже, события, связанные с ним, происходят не конкретно в одной стране, а повсеместно. Как же оно приведет нас к цифровой валюте Центрального банка? На первый взгляд связи нет, но сейчас я все объясню. Итак, правительства будут повышать налоги. Это уже происходит. Они будут увеличивать эти налоги, но направят их по большей мере в сферы, не связанные с производством. Таким образом, люди будут тратить больше, но получать меньше. Еще один фактор – это инфляция. Инфляция за последние годы рекордно выросла. На этом фоне растет и бедность. Увеличивается количество людей, которые пользуются талонами на еду. Увеличивается количество людей, которые пользуются услугами так называемых продовольственных банков. Все эти цифры сейчас зашкаливают и бьют исторические рекорды, включая студенческие долги. И, например, долги по кредитным картам. На этом графике это красный график. По всем пунктам мы наблюдаем рекордные показатели. И мы знаем, что людям приходится нелегко. Они находятся в положении, когда просто не могут свести концы с концами. Мне интересно, как люди умудряются выжить в Канаде. Как они вообще существуют? Я чувствую себя в ловушке. Я нашла хорошую работу. Я начала в сентябре, но даже с ней я получаю меньше 40 тысяч в год. Эта работа требует образования. Даже с такой работой я не могу ничего купить. Я не могу позволить аренду в эти дни. И это происходит после того, как на протяжении трех лет правительство вводили все эти виды финансовой помощи, стимулирования экономики и ковидных выплат во время пандемии и локдаунов. Поэтому странно, что все это время людям не хватало денег, чтобы выжить, а потом процветать. Потому что эта финансовая помощь снимала с них часть бремени, например, покрывала студенческие кредиты. Но появилось еще больше вещей, которые навалились на бюджет людей, и жизнь будет становиться все сложнее. После чего правительство скажет, о, у нас есть решение. Но только после того, как ситуация не станет настолько плохой, что люди будут готовы согласиться на все. UBI. Безусловный базовый доход. Они скажут, слушайте, все мы знаем, что времена тяжелые. Мы собираемся дать всем по тысячу долларов, сколько угодно в месяц в форме UBI. Пробные версии этого уже случились. Например, CERB в Канаде выплачивали в течение 2020 года многим людям по 2000 долларов в месяц. Есть и другие программы. Например, ты удивишься, но это WorldCoin. Да, это своего рода. И есть UBI. Безусловный базовый доход. Люди приходили в офисы WorldCoin и выстраивались в очередь. У них сканировали глаза и им выдавали эту криптовалюту. Поначалу криптосообщество говорило, что все это ерунда. Но за относительно короткий период времени 4 миллиона человек просканировали свои глаза за криптовалюту. А теперь представь себе, если бы это сделало правительство, а не WorldCoin. При нынешних обстоятельствах, а нужно отметить, что они еще мягкие по сравнению с их планами, я уверен, что гораздо больше миллионов людей подписались бы на правительственную криптовалюту, чем на WorldCoin прямо сейчас. Собственно, это и подводит нас к следующему. И я просто покажу тебе различные примеры. У нас есть кражи. Я знаю, ты наверняка видел это в новостях. Возможно, даже сталкивался с этим сам. В качестве примера возьму Соединенные Штаты, но это присуще не только для них. Просто это самая крупная экономика в мире и поэтому она на виду. Руководители компаний розничной торговли бьют тревогу, поскольку кражи приводят к миллиардным убыткам. Так, например, Коулс, Фудлокер, Таргет и Валмарт. Все они говорят, что наглое воровство в розничной торговле становится все хуже. И ситуация не становится лучше. Даже наоборот ухудшается. Компания Giant убирает некоторые фирменные товары из магазина на юго-востоке округа Колумбия. Один из продуктовых магазинов в округе Колумбия убирает с прилавков товары марок Tide, Colgate и Anvil, чтобы предотвратить кражи. RIP Beverly Hills. На видео видно, как закрываются дорогие магазины на фоне волны преступлений в Лос-Анджелесе. Многие бренды делают то же самое. Очевидно, что люди немного шокированы этим. Это же крупные компании. Да, компании не разорились. Но о чем это говорит? Во-первых, о том, что экономические аспекты, которые мы сейчас переживаем, очень сложные. Люди не могут позволить себе то, что могли раньше. В то же время у нас есть и коммерческая недвижимость, которая может столкнуться с проблемами, на которую я регулярно обращаю внимание в своем телеграме, ссылка на который в описании под видео. Все эти магазины закрываются, и нужно, чтобы туда пришел новый бизнес. Но это оказалось большой проблемой. Плюс мы видим огромные долги на рынке коммерческой недвижимости в полтора триллиона долларов. В качестве примера Сан-Франциско называют городом, который в 2025 году скатится от быстрорастущего краху. Многие люди говорили о том, как он действительно изменился. Цены на все стали очень высокими. Средний дом будет стоить 1 миллион долларов, но в то же время многие люди не могут себе позволить это. И поэтому приходится добираться на работу по 2 часа с лишним. И таких мест теперь становится все больше. Дело дошло до того, что даже появился термин «организованное розничное воровство». Например, эпидемия краш в 2021 году привела к потере около 100 миллиардов долларов. Не знаю, насколько эта цифра точна, но это очень много. И поэтому мы должны задать этот вопрос, а что же будет дальше? Налоговая служба будет использовать искусственный интеллект для борьбы со сверхбогатыми налогоплательщиками и партнерствами. Они говорят, что будут использовать искусственный интеллект, чтобы, например, раскрывать необычные схемы, которые обычный человек не сразу заметит. Как здорово, правда? Каждый должен платить свои налоги, включая самых богатых. Единственная проблема здесь заключается в том, что на самом деле эти технологии используются для замещения рабочих мест, во-первых. А во-вторых, это, конечно же, будет использоваться на среднем классе. Это никогда, абсолютно никогда не будет использоваться против богатых. Может быть, на успешных предпринимателях, когда ты откроешь какое-то свое дело, вот на тебе тогда и будут использовать. На самом деле, под ударом будет средний класс. Посмотри, например, на это. Грядут роботы-эвакуаторы, которые будут забирать ваши незаконно припаркованные автомобили. Мне это показалось интересным, потому что это показывает, что они используют технологии против людей. Я не говорю, что парковаться там, где не положено, это хорошая идея. Я просто пытаюсь сказать, что не стоит ожидать от правительства использования этих технологий против только лишь богатейших людей планеты. Нет. И искусственный интеллект не исключение. Вот, например, Пентагон планирует создать огромный флот, управляемый искусственным интеллектом для противодействия китайской угрозе. Это доказывает, что несмотря ни на что, правительство все равно будет вкладывать в эти новые технологии кучу денег. Даже если придется пожертвовать благосостоянием населения или поднять налоги снова. А налоги будут и будут даже на твой углеродный след. Владельцам недвижимости, которые не соблюдают новые правила электропотребления, грозит тюрьма. Класс. Министры хотят предоставить локальным властям полномочия по созданию новых уголовных преступлений и ужесточению наказаний за них в рамках усилий по достижению целей нулевых выбросов парниковых газов. Поэтому они и собираются сделать все возможное, чтобы это было реализовано. В том числе и запустить ЦВЦБ. Здесь мы видим, что они хотят использовать нарратив изменения климата, чтобы оказать еще большее давление на людей. В результате люди будут обязаны платить больше, но получать меньше. Как же это будет контролироваться? Да с помощью цифровой валюты Центрального банка. Компании разрабатывают автономные платежи ЦВЦБ с помощью мобильных телефонов, даже кнопочных. При этом цифровая валюта будет доступна даже офлайн, без активного интернет-соединения. Ты можешь спросить себя, а что же с этим всем делать? ЦВЦБ надвигаются, они сделают нас подконтрольными и бедными. Что ж, сделать можно много. Но я расскажу лишь о нескольких вещах. Во-первых, напиши в комментариях, какие варианты рассматриваешь ты. Да, прямо сейчас выдели минутку и напиши этот комментарий. Мне нужна обратная связь, чтобы иметь возможность продолжать вести этот канал. А людям, которые посмотрят это видео и захотят спуститься в секцию для комментариев, не помешает почитать ваши советы. Итак, первое, что я могу посоветовать, это быть самодостаточным, чтобы не зависеть от их программ. Например, иметь источник своей собственной еды. Это простой факт. Если ты не хочешь, чтобы тебя принудительно перевели на безусловный базовый доход ЦВЦБ, которые, как я полагаю, будут связаны, ты должен быть либо самодостаточным, либо зарабатывать очень много денег. И я думаю, что, во-вторых, нам нужно поумнеть. Да, ну это легче сказать, чем сделать, но это часть решения, и легких путей не бывает. Хорошо, есть план Б. Второй паспорт и вид на жительство. Это важно для многих людей, это не обязательно может быть очень дорого. Если у тебя есть родословное, в зависимости от того, как это работает, ты можешь получить гражданство в другой стране. Можно получить гражданство из-за инвестиций, например, купив недвижимость. Это можно сделать разными способами. Нужно также выбирать страну так, чтобы это не повлияло на твои подоходные налоги, потому что в некоторых странах, если ты становишься гражданином, ты сразу же начинаешь платить налоги в этой стране, поэтому нужно быть осторожным. Также нужно иметь и план С. Да, третий план. Например, освоить новый навык, который позволит зарабатывать деньги в трудные времена. То есть у тебя может быть работа с 9 до 5, но также у тебя появляется и новый навык. Например, электронная коммерция. Ты продаешь товары, которые хорошо продаются в это время. Может быть, товары для самообороны. И четвертое, конечно же, ты должен быть в курсе всех этих событий, которые связаны с цифровым рублем, цифровым долларом и так далее, чтобы предпринимать правильные действия. И для этого я и существую. На этом канале я обязательно буду сообщать о том, о чем тебе нужно знать. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok